Друзья, добрый вечер. Позвольте представить моего гостя. Представьте, как тебя зовут? Меня зовут Александра Баева. Александра имеет много интересов и из которых я знаю два. Танцуют и Александру еще вот изготавливают такие вот красивые мозаики, картины. Как правильно назвать? Я называю это коллаж-арт. Окей, давай поговорим начнем. Покажи им свой коллаж-арт. Ребята, вы видите? Вам видно? Вот так она лежит. Девушка, из чего это сделано? История такая, что я работаю с детьми, преподаю гимнастику и один раз в магазине я искала какие-то сувениры. Я увидела набор очень красивых. Они назывались Geometrical Sticker, Glitter Stickers. И я их купила, просто чувствуя, что что-то во мне отозвалось, даже еще ничего не планируя. И как-то я нужно было делать какие-то призы детям после занятий. И я вспомнила про эти стикеры, и у нас как раз была тема рыбы. И я стала сделать, они геометрической формы, я сделала маленьких рыбок. И потом от этих рыбок я их подарила, вдруг стали возникать какие-то другие образы. Стала делать животных различных, каких-то человечков. И мой следующий проект, я вдруг стала видеть, что это можно преобразовать фигуры красивых таких дам, девушек, женщин. А кто вот покупает такие работы? Куда они надеваются? Это выставки какие-то делаются или просто для себя делаешь? На данный момент больше для себя. Я также послала эти работы маме, то есть они сфотографированы. И мама сейчас их печатает на чашках, на майках, делает открытки, шлет и поздравляет своим друзьям, дарит своим друзьям. Так что мама сделала такой как бы свой бизнес сейчас и продает. Не продает, кто-то больше дарит. Да. Я пока вплавала вплавать. И вот может быть применение, это можно повесить где-нибудь в офисе? Да, допустим, можно повесить на... Это висит у меня в комнате. И, кстати, все мои работы лучше я взяла в рамку. Ну и также вот то, что это к теме о дамах. Это больше как детская работа, как такой коллаж. Тоже его можно... А в чем отличие работы с коллажами, нежели с вот обычными красками или другими работами? Ну, отличие в том, что образ возникает не заранее, а в процессе работы. То есть я просто кладу материал, да, и он просто возникает по ходу дела. Иногда даже есть примерная идея, но когда я начинаю работать с материалом, она трансформируется и получается даже не то, что иногда планировала. И... Вот я первый смотрю на твои работы и вблизи вижу их, и в них очень много танца, движения. Сколько тебе вот то, что ты умеешь танцевать, помогает такие вещи делать? Я больше проследила, вот если заглянуть в себя, что здесь больше подход к композиции. Вот у меня... Я танцую, и мне очень нравится составлять движения в какой-то комбинации или составлять узоры из людей на сцене. И вот я заметила, что мои работы, они тоже всегда привязаны к какой-то композиции, как геометрические фигуры соотносятся друг с другом. То есть в этом наверняка, да, есть движение какое-то. Вот больше я бы сказала, что вот эта вот способность композировать, составлять элементы в разные образы. А где ты работаешь? Я работаю преподавателем гимнастики, инструктором гимнастики. Я работаю на организацию, называется Gym Stars. Это в Бруклине. Понятно. А скажи мне, вот люди, которые любят гимнастику, это, я так понимаю, уже требует много упражнений, занятий дома. Это не так, это не то, что ты не можешь... Ты полчаса позанимался, и домой пошел, и забыл. Как можно себя уговорить дома этим заниматься и делать? Надо очень любить. Откуда это берется? Думаю, да. У меня есть студенты, которые настолько им нравятся, что они занимаются дома, и у них действительно результаты, они на шпагат садятся, допустим, через месяц. В основном это девочки, конечно. А какие-то студенты, которые только занимаются на занятиях, конечно, результат не такой. И я думаю, да, думаю, зависит от какой-то внутренней потребности, которая сформировалась с детства. Некоторые любят смотреть гимнастику, прямо этим живут. Но гимнастика... Я занималась ребенком гимнастикой, может быть, там вот заложились мои основы, вот это спортивности и того, что я стала в хорошей форме. Но моя основная, конечно, passion and life, это танцы. И вот я больше горжусь тем, что мое последнее достижение, это я после того, как фактически оставила танцевать на каких-то танцевальных компаниях, но я организовала или произвела три шоу, танцевальных шоу, где набрала людей практически с полутанцевальным образованием, в основном любители, и составила с ними танцевальные номера, и арендовала помещение, принесла свой свет. Брики ты можешь много делать, ты знаешь, брик бесплатный, можешь, вот есть студии, здесь можно танцевать, записывать, то есть тут свет есть, и много, очень много танцевальных программ мы делаем. Вот в этом помещении. Да, я не знала, это хорошая информация, потому что я как раз планирую продолжать и искала помещение. Понятно. Ну хорошо, друзья, может что-нибудь покажешь. Как с тобой связаться? У тебя есть Инстаграм, Фейсбук? Да. Сторожный захочет там в гимнастику, творите твои работы? На Фейсбуке очень просто, это мое имя, фамилия Александра Баева. И у меня также сайт на Фейсбуке Александра Баева, он называется StickerArt, потому что я начинала со стикеров. Но на моем Фейсбуке там информация на все веб-сайты и на все остальные сайты. Друзья, посмотрите, вроде красивые страницы, интересные. Спасибо.